Сравнить два этих великих самолёта можно по четырём параметрам Управляемость Лётные данные Огневая мощь И выживаемость пилота Итак, какой же из самолётов предлагает наилучшую комбинацию? Это был как раз тот период во Второй мировой войне Тогда британская и американская авиация Ещё не вступила в бой с самолётами нацистской Германии Тогда силы были ещё не определены К июлю 1940 года, когда британцы только вступили в войну Немецкий Мессершмитт уже был проверен в бою Показал великолепные результаты и был лучшим самолётом нацистов И тут британцы предложили свой несравненный Спитфайер Я был просто в восторге Боб Ду, пилот Спитфайера Думаю, это самый лучший самолёт, который был когда-либо построен Вы не можете представить, что это такое Самолёт познаётся только в полёте Это самая лучшая машина, она просто великолепна в воздухе Так послушно и маневренно Может выполнить всё, что угодно, любое ваше желание Сравнить Спитфайер и Мессершмитт может тот, кто летал на таких самолётах Пилот Королевских ВВС Чарли Браун решил испытать оба этих самолёта в свободное время Спитфайер — это чрезвычайно осторожный в управлении самолёт Чарли Браун — лейтенант Королевских ВВС Взлетать с площадок и садиться на них — это я вам доложу ещё тот фокус Но в воздухе — это самый легко управляемый самолёт из всех типов, на которых я летал Отличительной чертой Спитфайера были эллиптические крылья, которые дали ему столь чуткую управляемость Посмотрите на эти самолёты Обратите внимание на крылья У Спитфайера прекрасный эллиптический контур Что в теории означает то, что при маневрировании самолёт будет легче разворачиваться Чем больше площадь крыла, тем лучше управляемость Мессершмитт-109 был меньше и легче Спитфайера К тому же, особенности конструкции Спитфайера давали его пилотам преимущество Во время сложных маневров крыло начинало вибрировать, предупреждая пилота, что самолёт может упасть И тем самым давало время на исправление ошибки Мессершмитт об этом не предупреждал Эти 109-е намного-намного беспокойнее Они, скорее, неуклюжие Их сложнее контролировать Это прекрасная машина, но с ней большие проблемы, если сравнивать со Спитфайером С Мессершмиттом надо было обращаться, как с Примадонной Ганс Эке Хардбаб, пилот Мессершмитта С ним надо было возиться, как с сырым яйцом, или как с чем-то, что вы любите и о чём беспокоитесь Так как Мессершмитт был гораздо труднее в управлении, лётчики старались не исполнять на нём сложных трюков Этот факт может пролить свет на волнующий всех вопрос, какой из самолётов мог бы зайти в хвост другому На развороте Спитфайер был лучше Мессершмитта Питер Фэй, пилот Спитфайера Я знаю, что Спитфайер мог зайти в хвост 109-му Вы встретите немало пилотов 109-х, которые будут утверждать обратное Но я уверен, что им попадались неопытные лётчики на Спитфайерах Лично я два раза спас свою жизнь, зайдя 109-м хвост Так кто же кого ловил за хвост? Несмотря на утверждения, подвигаемые пилотами Спитфайеров Есть доказательства того, что Мессеры могли зайти в хвост английским самолётам Хотя в бою только опытный пилот Люфтваффе мог выжить из самолётов всё по максимуму В 9 случаях из 10 Спитфайер мог зайти в хвост Мессершмитту Неоднократно Спитфайер, преследуемый Мессершмиттом, делал полный разворот А Мессершмитт не поспевал за ним В таких случаях опытные пилоты сбивали Мессершмитта И так первым нанёс удар Спитфайер Им было легче управлять, чем Мессершмиттом И опытные лётчики могли выпутаться из сложной ситуации А теперь второй раунд выживания пилота Бывший немецкий лётчик садится в кабину Спитфайера А бывший английский лётчик садится в кабину Мессершмитта Их попросили высказать первые впечатления от самолёта противника Сначала пилот Спитфайера Питер Феи садится в один из немногих уцелевших Мессершмиттов Который в настоящее время восстанавливают Мне здесь несколько тесновато по сравнению со Спитом Но я вижу, что панель управления похожа на нашу Теперь пришла очередь Аса Люфтваффе Ганса Эки Харда Баба Высказать впечатление от Спитфайера Должен признаться, мне здесь нравится Очень просторно, всё удобно расположено, хороший обзор Да, он мне нравится, я бы хотел полетать на нём Когда кокпит закрыт, я чувствую себя в безопасности Что ещё важно, есть задний обзор Это важно, если противник зайдёт в хвост И когда поворачиваешься, видно всё с боков Что тоже очень важно Всё в порядке Обзор по сравнению со Спитфайером хуже Когда оборачиваешься, тоже всё видно Но всё же есть мёртвая зона Эта мёртвая зона вызвана пулей, непробиваемой бронепластиной позади головы пилота Многие пилоты Мессершмиттов жалуются на то, что они уязвимы при внезапной атаке сзади Эта проблема была решена только после битвы за Британию с помощью триплица, которые позаимствовали у немецкого танка Им заменили бронепластины, и он был способен выдержать удар пуля Но не только обзор беспокоил взводчиков во время сражения за Британию Топливный бак здесь расположен впереди по сравнению с Мессершмиттом Там он стоял сзади и внизу Если вам попадут в лоб, то прямо в лицо ударит столб огня На 109-м пожар начинался бы сзади Но психологически это более безопасно Это верно, верно У меня был пробит бензобак, и мне пришлось быстро покинуть машину Вообще-то не имеет значения, впереди топливный бак или позади Когда ты горишь, надо срочно покинуть самолет Что нелегко сделать Ведь образуется воздушный поток, когда летишь со скоростью 300-400 км в час Так что мне надо открыть фонарь Выбраться из машины, и сделать это можно лишь сюда Так что, если пламя с другой стороны, то вам повезло Мне надо вылезти как можно быстрее Питер полагает, что трудно выпрыгнуть из Мессершмитта, если он в огне Забавно, что Ганс думает, что выбраться из горящего Спитфайра так же трудно Я не думаю, что покинуть Спитфайр легко Я могу представить, каково откидывать эту половинку дверцы при встречном ветре Из Мессершмитта выбраться легче, потому что вам помогает сила встречного потока Хотя здесь тоже нужна удача Хвостовое оперение может вас разрезать раньше, чем вы прыгнете с парашютом Так что риск есть Хотя оба самолета трудно покинуть Пилоты соглашаются в том, что Спитфайр просторнее И у него лучший обзор, чем у Мессершмитта Кроме того, у Мессершмитта заметен еще один достаток по сравнению со Спитфайром Когда он заходит на посадку У Мессершмитта узкая колесная база, что зачастую приводила к авариям при приземлении Полет на Мессершмитте был большой проблемой для новичков Насколько мне известно, мы потеряли из-за узкого шасси больше пилотов на взлете и приземлении, чем в бою Даже если вы знаете об этой ошибке, все равно это проблема Надо быть хорошим летчиком, чтобы управлять Мессершмиттом Второй раунд тоже выиграл Спитфайр Он вышел победителем по выживаемости пилота Сможет ли Мессершмитт отыграться в третьем раунде в огневой мощи? Во время битвы за Британию Мессершмитт участвовал в налетах немцев на Южную Англию Но здесь он встретил превосходную по своим качествам машину — супермарин Спитфайр У кого из этих самолетов преимущество в огневой мощи? В 1940 году вместе с Харрикейном Спитфайр был наиболее мощно вооруженным самолетом в Англии Вооружение состояло из восьми пулеметов Браунинг калибра 7,62, по четыре на каждом крыле Но Мессершмитт был вооружен двумя нагоняющими страх смертоносными 20-мм пушками Если у вас пушка, то достаточно паре снарядов попасть в самолет врага, и он выйдет из строя Всего пару снарядов, а вам надо выпустить кучу пуль, чтобы вывести самолет из строя В качестве доказательства приведу один пример Во время битвы за Британию я напал на Юнкерс-88 Потом подсчитали, что я получил от него 11 попаданий, а ему не причинил никаких повреждений Хотя все мои пули попали в него А будь и его пушка, он покончил бы со мной одним выстрелом Чтобы продемонстрировать разницу в огневой мощи, эксперты испытательного полигона провели в наши дни проверку огневой мощи Это Браунинг 7-62 Тот же пулемет, что был установлен на Спитфайре во время битвы за Британию Чтобы понять, какие повреждения может он нанести в воздухе, наш стрелок хочет проверить это, обстреляв часть обшивки Мессершмитта 109 У этого куска алюминия та же толщина, что и на крыле Мессершмитта 109 Пулемет Спитфайра не смог нанести сколь-либо серьезных повреждений Мессершмитту Хотя пули пробили броню, но этого недостаточно, чтобы сбить в бою настоящий самолет Чтобы сбить один самолет, Спитфайеру иногда приходилось расходовать почти весь боекомплект А это перед вами пушка Мессершмитта Смертоносное 20-мм орудие Стрелок произвел из него залп по броне, эквивалентный броне на крыле Спитфайра 20-мм снаряды Мессершмитта разорвали алюминий в клочья Если сравнить это с крошечными отверстиями, проделанными Спитфайерами Становится ясно, чей огонь разрушительнее Если бы это было крылом Спитфайра, пилот уже прыгал бы с парашютом Я поднялся и попал в облачность Когда вы попадаете в облака, то слепнете и ничего не видите вокруг, пока они не расступаются Надо мной оказалось 50 Мессершмиттов, которые поджидали меня, потирая руки Они начали палить по мне еще до того, как я полностью вышел из облаков Я даже не понял, что случилось Они сразу же мне попали в переднюю часть и в хвост Один снаряд разорвался за парашютом, кусочек металла попал мне в пятку Перебив ахиллово сухожилие Когда я выбрался из кабины, чтобы прыгнуть с парашютом Нашел вытяжной трос, и когда дернул за него То с радостью услышал, как раскрылся мой парашют Потом я посмотрел вверх и понял, что значил взрыв у меня под задницей Парашют был похож Ндуршлаг Он был весь в дырках Так что я полетел вниз с такой скоростью, что вы представить не можете Я вылетел из облаков прямо в километре над мирной синей лагуной Я летел прямо в центр острова, посередине этой лагуны Я приземлился в болото, посередине острова Туда сливали всякие нечистоты, так вот я приземлился прямо туда Как я приземлился, вы можете сами себе представить Я выбрался и подошел к ирландцу, который спросил меня Вы кто? Я постарался объяснить ему на примитивном английском, кто я такой Тогда он помог мне добраться до причала и передал Королевскому флоту Бабу повезло, он выздоровел и вернулся в строй через пару месяцев Его история подтверждает наше мнение о том, что во время битвы за Британию Мессершмитт превосходил спидфайр в огневой мощи Но превзойдет ли он его полетным данным? Во время битвы за Британию Мессершмитты взлетали со своих баз в Северной Франции И встречались нос к носу со спидфайрами на высоте от 4 до 6 километров На этой высоте скорость спидфайра была 570 километров в час Всего на 15 километров в час быстрее, чем у Мессершмитта Но спидфайр мог совершать фигуры высшего пилотажа У спидфайра, по сравнению с Мессершмиттом, при больших возможностях при пилотировании был и больший вес Который оказывал влияние на поведение самолета при жестоком столкновении с Мессершмиттом Авиаинженер Питер Грифф совершает турне по авиашоу, показывая двигатель Роллс Ройс Мерлин Он купил его в аварийном состоянии 6 лет назад, восстановил и привел в рабочий вид Он использует его, чтобы показать бедственную тенденцию двигателей спидфайра Отключаться в момент полной нагрузки Проблема в том, что на спидфайре стоял карбюраторный двигатель А на Мессершмитте был прямой впрыск С прямым впрыском топлива пилот может выполнять фигуры высшего пилотажа А работа карбюраторного двигателя зависит от изменения силы тяги, которые происходят во время критических перегрузок То, что происходит, когда вы бросаете спидфайр в крутой вираж Похоже на поездку в автомобиле по холмам, когда вас подкидывает вверх Так же и в карбюраторном двигателе Мерлина Топливо взлетает наверх в проточной камере На мгновение лишает двигатель топлива, и он начинает чихать Потом происходят гораздо более серьезные вещи Поскольку плавающая точка, показывающая расход горючего в карбюраторе, подброшена Карбюратор думает, что он пуст, и топливный насос начинает закачку горючего Что приводит к затоплению двигателя, и он отключается Этот вид перегрузки известен как отрицательный маневр G Потому что это приводит к помещению силы тяги Используя этот двигатель в времен войны, Питер покажет, как принцип отрицательного G Отражается на работе двигателя Мерлин Когда он поворачивает карбюратор наверх, двигатель глохнет Представьте, что случится при этом с самолетом на высоте 5 километров Хитрые летчики на 109-х вскоре научились использовать этот недостаток спидфайеров Намеренно вынуждая противника следовать за ними и испытывать предельные нагрузки У нас было преимущество, так как мы имели систему прямого впрыска топлива А у спидфайеров были карбюраторы Когда нас преследовал спидфайер, и мы не могли оторваться от него, то мы уходили в крутой пике А у них вследствие маневра G отказывал карбюратор, поэтому мы могли быстро уйти, а спидфайер не мог нас преследовать С этой проблемой пилоты спидфайеров могли справиться только после битвы за Британию Однако не только у спидфайеров были неприятности У Мессершмитта тоже были проблемы с топливом, точнее с нехваткой его Главным недостатком, с которым столкнулся Мессершмитт во время битвы за Британию, был ограниченный диапазон в полете В баке горючего было на 15 минут полета над Южной Англией Потом пилоту нужно было возвращаться домой, что существенно ограничило боевую эффективность немецкого самолета У нас было много проблем, и нам приходилось заканчивать атаку, потому что мы исчерпали горючее Загорался красный свет, нам давали знать, что у нас в запасе всего 10 или 15 минут, чтобы вернуться на базу Ты постоянно слышишь по радио возгласы летчиков рядом Когда они видят, что загораются предупредительные огни Время от времени людям приходилось заходить на аварийную посадку Это было большой проблемой для нас и большим недостатком Итак, полетным данным у нас ничья Хотя Спитфайр безоговорочно выиграл первые раунды по управляемости и выживаемости пилота Мессершмитт оказался впереди по огневой мощи Нельзя было определить, у кого из самолетов преимущество Но чтобы узнать это, надо провести типичный бой между Спитфайром и Мессершмиттом Во время битвы за Британию бои были драматичными и жестокими В 1940 году бои были короткими и тяжелыми Неважно, у кого было преимущество по высоте, скорости Наиболее важным элементом был фактор внезапности Который определял, кто погибнет, а кто останется жив, чтобы сражаться дальше Впервые современное моделирование показывает, как вели себя эти самолеты Второй мировой войны В типичном бою во время битвы за Британию Немецкая стратегия заключалась в том, чтобы послать пару Мессершмиттов по атаку на цели в Южной Англии Британские ВВС отвечали тем, что посылали им на перехват пару Спитфайров Эта схватка показана из кабины второго Мессершмитта Четыре самолета сражаются за позицию Из-за ограниченной задней видимости пилотам Мессершмиттов важно, чтобы они могли оказаться позади Спитфайров Если они хотят победить в этом бою Мессерам важно получить это преимущество, и им выпадает шанс Пилоты Спитфайров хорошо знают об огневой мощи 20-мм пушек, что вынуждает их держаться на максимальной дистанции Но так как оба самолета обладают примерно одинаковой скоростью, то Спитфайр не может оторваться подальше от противника Теперь пришел черед показать преимущество Спитфайров в управляемости Пилоты Раффа пытаются рядом маневров уклониться от Мессера Однако они не могут уйти вниз, потому что тогда карбюраторы могут отключиться, что приведет к ужасным последствиям Вместо этого они резко уходят вверх и делают полный разворот Однако летчики Люфтваффе предусмотрели это и теперь оказались на оптимальной линии огня Выстрел из 20-мм пушки Мессершмитта пробивает топливный бак Спитфайра Зная об ужасной перспективе оказаться с пылающим баком перед лицом, у пилота Раффа есть два варианта Прыгнуть с парашютом или завершить вынужденную посадку Победа немцев кажется предопределенной Но прежде чем они обратят внимание на второй Спитфайр, чтобы сбить его На панели приборов загорается красный свет, предупреждающий, что горючее на исходе Они должны вернуться на базу в северной Франции И они полагают, что второй Спитфайр тоже вернется на аэродром в Англии Эта оплошность дорого им обойдется Окреленный успехом Мессершмитт номер два совершил большую ошибку Он оставил без внимания второй Спитфайр, и тот предпринял неожиданную атаку сверху Ведомый прозевал атаку и забыл, что он должен был защищать ведущего любой ценой Теперь ведущий обречен Второму Мессершмитту ничего не остается, как возвращаться домой Бой закончился на равных, что было типично для сражений времен лета 40-го года На самом деле, сражение между Спитфайром и Мессершмиттом заканчивается в ничью Единственным решающим фактором оказывался человек и его умение управлять самолетом В конце концов, все зависит от пилота Если вы представите себе опытного летчика 109-го по сравнению с неопытным пилотом Спитфайра То бой закончится в пользу 109-го Если изменить ситуацию, то победит летчик Спитфайра Все зависело от того, кто управлял самолетом Вы никогда не узнаете, что надо делать Вы просто смотрите в прицелы, если в прорезь его вы видите то, что хотели То понять, как он там оказался, было невозможно Поэтому сначала надо было научиться, как следует пилотировать Так что те, у кого было 7 часов летной практики на Спитфайре, были обречены К сентябрю 1940 года, после трех месяцев боев, немцы поняли, что без превосходства в воздухе план вторжения в Англию был бесполезен Многие историки полагают, что Британия выиграла эту битву, но будет лучше сказать, что положение было тупиковым Немцы не победили, британцы не проиграли Только через год американцы смогли присоединиться к британцам и их союзникам, чтобы победить нацистские силы раз и навсегда Продюсер Дарлоу Смитсон Продакшн Режиссер Сид Беннет Производство Discovery Channel Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин